Доброе утро. Наш день прямо обнимаем. Наш день сегодняшнего дня. Я рада, что у нас день предстоит высокорезультативный, высокоэффективный, высокодоходный. Каждый день у меня высокорезультативный, высокоэффективный, высокодоходный день. Каждый день у меня высокорезультативный, высокодоходный, высокорезультативный день. Каждый день. И теперь смотрим образ Высокорезультативный, высокодоходный день. Каждый день высокие результаты, высокие доходы, высокая эффективность. Каждый день. Каждый день. Смотрим образ. Смотрим сознательный запрос. Высокая доходность, высокие результаты, высокая эффективность, продуктивность. Продуктивный день, результативный день, доходный день. Смотрим по всем сферам. Если у меня высокодоходный, если у меня высокоэффективный и высокорезультативный день, то я какой в этот день? Прямо видим, что мы все успеваем, все складывается, все выстраивается в пазл, все выстраивается самым удивительным образом, когда все выстраивается самым удивительным состоянием. Вот если все выстраивается самым удивительным образом, все складывается, результаты высокие, когда в конце дня ложишься в постель и думаешь, какой офигенный был день, все сложилось, с людьми нужно не встретиться, результаты получились, доход получился, все сложилось. Люди говорят, ну просто все сложилось в самом наилучшем уровне. Вот когда ты доволен вечером своим днем, когда ты говоришь, да, день был просто бомбический, иногда некоторые дни ты запоминаешь и даже через год говоришь, да, такой был день офигенный. Все успел, все сложил, все соединил, все зафиксировал, да еще и доход получил. Какой я в таком день, какой я в этот момент сам для себя, вот когда ты сильно с собой доволен, ты себе говоришь, да, я просто доволен на все 100%. Все сложилось с самым наилучшим образом. Вот какой образ у меня в этот момент, образ такой благодати, которая тебе прямо идет в лицо, состояние, ты прям светишься от счастья, светишься от радости. Вот у меня вчера такой был день, очень высокорезультативный, высокоэффективный, ну я бы не сказала, конечно, высокодоходный, но вместе с тем он, наверное, выведет меня на доходность. Но, скажем, он был очень эффективный. Вот, оглядываясь вчера, я прям реально понимаю, что это был очень-очень эффективный день. Я прям вчера целый день ходила и говорила, молодец, умничка. Так, давай. Так, вспоминайте, это такой день, может быть, у вас он был там две недели назад или неделю назад. Ну, по идее, по закону синтоничности он должен был быть тоже в ближайшее время. Или сегодня будет. И в этот момент, какой вот, когда все складывается, все получается. Причем, вот вчера с утра он был какой-то неказистый. Я встала, после занятия вышла, как-то так, оно как-то не вяжется, что-то не так. Вот, что-то хотелось бы. А потом я прямо так села, что, не, 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 стоп, стоп, стоп. Я же выбираю, у меня есть выбор. Я выбираю выбрать для себя вот такой день. И пошло-поехало. Я выбираю. То есть я не жду, когда он наступит. Я его сознательно сама создаю. Я выбираю, чтобы мой день был вот таким. Когда ты в потоке. Когда тебе приходит мысль, и ты делаешь. Когда ты течешь. Когда ты не споришь со своими мыслями. Когда тебе пришла мысль, ты сделала. Тебе пришла мысль, ты сделала. Тебе пришла мысль, ты сделала. И потом только радуешься плодами своего делания. Ты кайфуешь от плодов своего делания. Мы прямо понимаем, да, сегодня Рождество. Во всяком случае, у нас, во всяком случае, очень большие гулянки по этому поводу будут. Хотя официально огнение 25-е, Рождество 24-е, это 25-е. Но сегодня, тем не менее, тоже будет достаточно большая зона гуляний. Что такое Рождество для меня? Я настаиваю тебе вопрос. Ну, вообще, считалось раньше этот день такой магический, мистический. Его не зря говорили, что этот день как бы направляет все остальные дни. Рождество Христово его еще не бывает. Христово. А что для меня означает Христово? Когда сойдет на тебя Дух Святой, вы примете силу, Единопатя. Когда на тебя сойдет Дух Святой, вы примете силу. Когда сойдет Дух Святой. И мы видим, что Иисус зашел в воду, на Него сошел Святой Дух, и Он принял силу, после которого пришло служение основного. То есть Христос – это что-то, что сошло на тебя. Причем он говорит Христосознание. Сознание Христа. Вы примете силу. Поэтому прямо сейчас мы и говорим. На меня сошел Дух Святой. На меня сошел Дух Святой, и я принимаю силу. Я хожу в силе Господней. Я хожу в Божьи славы. А что для меня это значит? Прямо сейчас осознаем, а что для меня значит, когда на меня сошла Божья сила, когда я приняла, тут основное ключевое слово, я приняла силу Духа. И когда мы задаем сразу же вопрос, осознание достоинства. Я вчера работала с мужчиной вечером. И вот это осознание, а я что достоин? А я что достоин Божьего внимания? А я что достоин Божьей силы? А я что достоин вообще? Кто я и где Бог? И кто я такой, чтобы на меня сошла Божья сила? В Библии четко говорит, «Когда сойдет на вас Дух Святой». Придавайте Дух Святой, и Он сойдет на вас. Итак, я выбираю достоинство, потому что я выбрала быть достоинным. Я выбираю достоинство, потому что я выбрала достоинство. Я не жду, когда меня удостоят чести. Есть такая фраза. Тебя удостоили чести. И я ожидаю, когда даже меня в конце концов, когда я заслужу, когда это честь сойдет. Нет, я выбираю быть достойным. Когда я выбираю быть достойным, чтобы на меня сошел Божий, чтобы на меня сошел Божий святой, для того, чтобы принять силу. Я хожу в силе Божьей. Я хожу во власти Божьей. Тогда, когда я хожу во власти Божьей. Когда я хожу в силе Божьем. Как я себя чувствую, как я себя ощущаю, когда я приказываю. Я повереваю страху играться вон. Когда я говорю, болезнь поднялась и вышла из тебя. Помните, мы очень часто говорили, я прямо рвусь тут. Я прямо чувствую, как я рву тут. И, знаете, есть ощущение, что ты как будто как связан, связан угнетением каким-то, связан какой-то обидой, связан какой-то обидкой, связан каким-то страхом. И в прямом смысле слова я прямо рву эти цепи. Я прямо чувствую, что рву. Я ощущаю, что срываю эти цепи. Я ощущаю, что все, чем я связана, я рву. Я рву. Или еще по-другому. Помните, мы были в алхимической лаборатории, и там мы сжигали. Там огонь, алхимический камин. Мы прямо подходили, я сжигаю. Я сжигаю. Я сжигаю. Я сжигаю. Я прямо бросаю в этот камин все, что меня держит, все, что меня делает несвободной. Все, где я чувствую, я связана, где я чувствую, где я не... Ну, как бы, там, где не я, страх. Там, где есть сомнения, там, где есть страх. Я сжигаю, разрываю, разрываю, куда-то. Сжигаю, разрываю, сжигаю. Разрываю, сжигаю, разрываю, сжигаю, прямо разрываю, сжигаю. Я в этой алхимической лаборатории, в камине, там же есть алхимический чай. Ангелий уже мне его сделал. Я подхожу. И это лекарственный чай. И я выбрала быть достойной алхимиком. Алхимик – это тот, кто обыкновенный металл превращает в золото. То есть обыкновенные события дня он превращает в золото достижений. И я – это алхимик. Я та, которая алхимически, алхимичен. Вспоминаем энергию. Секса, энергию творения. Прямо видим в этой алхимической лаборатории эту энергию творения. Я та, которая творит. Я та, которая сотворяет. Я та, которая формирует. Я та, у которой миллион идей. Я та, у которой миллионы денег. Я та, которая создаёт свою жизнь. Я та, у которой отбили счастье. И вот теперь, когда мы смотрим, мой день высокодоходный, высокоэффективный, высокоэффективный, я творю свой день. Я выбираю. Я выбрала быть достойной принятия силы. И вот теперь мы смотрим на образ. Я приняла силу. Я приняла силу. Какой образ возникает? У меня тоже образ этой алхимической лаборатории, которая просто, которая переполнила в атмосфере силой. И я прямо чувствую, что эта сила течёт по мне. Сила по назовению. Сила жизни. Прямо ощущаем движение жизни в своей груди. Я переполнена жизнью. Я наполнена жизнью. Я исполнена силой. Я исполнена силой. Я исполнена силой. Я исполнена силой. Такой я в этот момент, когда я наполнена, когда я хожу в силу, когда я чувствую эту силу, которую я направляю, потому что чувствую себя достойной. Я выбрала быть достойной. Я выбрала ощущать достоинство. Когда я выбрала быть достойной, какой я, когда я буду в достоинстве, когда я хожу в достоинстве, когда я хожу в силе. И так, Рождество Христово. Это не просто праздник какой-то. С оливье там, с гулянками. Это в большей степени состояние. Это в большей степени сознание. Это в большей степени осознание. Это в большей степени понимание, кто я. Это в большей степени понимание своего причастия к этому. Я причастен к этому. я выбрал быть причастным я выбрал быть частью я выбрал раскрыть божественный потенциал я раскрываю божественный потенциал кристосознание это раскрытая шестая печать это шестая чакра которая называется просвещение когда я выбираю быть с раскрытыми чакрами когда я выбираю течение движения силы через себя когда я выбираю раскрыть весь потенциал и просто жить на первой чакре чакре выживания не просто на второй чакре чакре сексуального движения но что-то сексуальная энергия это энергия жизни энергия жить не просто на третье чакре чакра более но уже мы берем и открытую четвертую печать печать божественной пятая печать печать голоса когда мы понимаем что мой голос имеет значение мои слова имеют значение когда я говорю что что-то происходит когда я высвобождаю слово а мы знаем что что-то значит что это печать когда происходит уже социальная энергия поднимается в разум идет просвещение и я четко понимаю у меня есть ясновидение яснознание когда у меня есть дарство мудрости когда он не стал дар своего знания когда мы к этому начинаем относиться спокойно нормально я часто говорю может то что мы считаем сверхъестественным сверхъестественное там вот кто-то исцеляет на такие вау это сверхъестественные человек я часто говорю а что если это нормально для человека а что если это нормально а что если это нормально и ненормально смотрите как мы относимся в обществе когда кто-то болеет мы к этому относимся нормально когда кто-то страдает условно это сделали нормой а когда кто-то живет в радость и мы как бы это сделали ненорма как бы ну это просто сверхъестественный человек а что если наоборот сверхъестественный разум что если рождество христово рождение христа в каждом человеке пробуждение каждого человека это нормально это естественно и что как раз если это время которым мы сейчас живем это как раз и есть это время пробуждения время когда каждый выбирает достоинство каждый решает выбрать что он выбрать достоинство лучшего в этой жизни помните дарья говорит что первых два уровня мастер-кита они предназначены чтобы научить эго брать лучшее от жизни то есть раньше мы убрали что придется что придется то и подбирали сейчас мы начинаем понимать что мы уже можем брать от жизни лучшее мы выбираем брать лучшее вчера мы говорили о том что нам говорят люди из комфортной зоны а мы говорим у меня комфортная зона я иду на следующий уровень комфортной зоны вчера вечером общалась с очень крупным руководителем шоу-бизнеса здесь в Киеве это очень крупный такой шоумен вот и он когда я начал ему говорить по поводу комфортной зоны он говорит ну да так и есть я тоже никогда не понимал зачем мне выходить из комфортной зоны когда я создаю комфортные зоны для певцов создаю комфортную зону для шоу создаю комфортную зону требует зрелища говорит это моя функция дать людям требует зрелища а это как раз таки зрелища это комфортная зона для них они кайфуют они радуются вот мурашки идут когда там известные певцы поют люди там билеты покупают он рассказывал про один концепт который люди уже несколько месяцев все билеты выкуплены он говорит я наоборот создаю людям комфортную зону я говорю я тоже создаю людям комфортную зону я наоборот их больших комфорт я наоборот людям говорю выйди из некомфортной зоны поэтому мы обнаружим где у нас некомфорт и выходим из некомфорта и входим в комфорт и комфорт в этот раз у нас просто очень у многих людей ассоциация что и суть если я пойду как бы учеником христа то я буду гоним какие-то гнение будет тяжести будет там что-то будет не так что мы там умрём нет это вхождение в свою истинную природу это когда мы входим в истинную природу и у меня нормально становится я сказала про это что по моему слову я приказал бы нам прийти и они пришли я приказал чему-то идти и оно ушло я кстати давно начали жить по принципу твоя дверь открывается тематически доброе утро а я живу по принципу все двери открыты двери милости двери помощи открыты двери помощи двери милости открыты я думаю живу по этому принципу что они уже даже открылись они открыты то есть я выбрала что они открыты уже давно я в том числе без моего участия значит это как двери в ресторане у меня когда был ресторан то между залом для себя посетителей и кухней двери в эту дверь открывается двери открывается то есть ее будет впихнула там в одну сторону то есть она просто в другую сторону вот то есть у меня вот образ по такие двери кухня вот сюда кухня вот сюда кухня как оттуда так и сюда двери помощи двери милской открытой и официанты там в музей взяли В зал принесли. Тарелки взяли, на кухню отнесли. Заказ взяли, в зал принесли. Заказ приняли, повару отнесли. То есть это официант, который ходит туда-ин за туда-ин, как сообщающий между кухней, где заказы происходят, и тобою. Я очень часто представляю такой ресторан вселенский. Пришел официант, заказ его принял, пошел на кухню, шеф-повару отнес. Ты сидишь, ждешь свой заказ, знаешь, что шеф-повар все своего приготовит. Самым лучшим образом. Самым наивкуснейшим образом. И принесет. Поэтому мы заказываем сегодня официант высокоэффективный, высокоэффективный день, когда ты вечером ложишься спать и говоришь. Весьма добрый день. Просто весьма наклонный день. Просто весьма шикарный день. Я вчера в проработке такая интересная тема вылезла. Просто шикарнейшая. Я что-то вчера днем начала прорабатывать, что-то я вспомнила матушку свою. Там одну ее мысль прорабатывала. Вот. И что-то начала прорабатывать, прорабатывать, прорабатывать. Что-то она были бы, я сейчас даже уже не помню, на основании чего я вообще велела к ней в этом муниципе. И вспомнила, что у нее там были достаточно большие сложности психологического уровня. Ее все время говорили, мама, давай я тебе помогу. Мама, ну давай я с тобой поработаю. Мама, ну давай, ну пусти меня себе на проработку. Она все время говорила, да не лезь ты ему, ну типа, будь моей дочкой, но не будь психологом. Ну, ее всегда это бесило. Когда я там подгадала ей какую-то свою помощь, ну давай тогда время, держи же тебя это мучить. Ну вот, она так мне не смогла открыться. Вот. То есть она меня воспринимала как дочь, но как человека, который может профессионально не помочь, она меня не впустала. Мне это очень сильно обижало. Я говорила очень честно, ты прав, мне это пророков все не пучит. А, вот момент, у меня это пророков все не пучит. Я разворачивалась, выходила. Вот. И было где-то отбедно, чтобы человек не берет помощь. Это я могла бы ей оказать хорошую, успоко-профессиональную помощь, и много, чтобы было по-другому. Ну, даже если утром не я, я там говорю, мам, ну давай у меня там есть профессор такой-то, давайте вы туда отрезок, с ним пообщаешься, не хочешь мне открываться. Давай там поедем к такому-то. Не надо, не хочу. Я сама разберусь. Ну, это и да, и тому подобное. И вчера я выхожу на эту фразу, у меня пророков с вами отечественный. Я вспоминаю, насколько часто я подтверждала эту фразу. Я такая села и офигела. И я такая, я даже тебе написала, в своем отечественной появился пророк. В своем отечественной появился пророк. И я вчера пошла в проработку пророк. Я пророк. Кто такой пророк? Пророк, он берет слово от Бога и приносит от слова Бога конечное слово, которое является последним в инстанции. Как сказал пророк, так и будет. Я давно себя называла пророком. Мне когда-то часто спрашивают, вы кто? Я говорю, пророк. То есть я хорошо понимаю, что это пророк. Пророк – это чье слово является последним. Знаешь, это как врачи, когда говорят, ты обречен умереть. И вот врачи являются пророком. Это такое, как ты обречен. Поэтому этот пророк был сегодня обилие радости. Сегодня просто обилие радости. И так в своем отечественной появился пророк. Я прям вчера все-таки на большинстве буквами, драгируем в целом. Сменивая эту трактовку. Нет пророка в своем отечественном. Теперь я говорю, появился пророк в своем отечественном. Как сказала, так и будет. Когда я думаю о том, что в своем отечественном появился пророк, то что я чувствую? Как я ощущаю? Мне, конечно, сразу же вчера поднялась огромная мера ответственности. Несколько я думаю, офигеть. Это же мне какая-то мера ответственности. А потом я себе сказал, стоп. Я же партирсу с Богом. Я же та, которая у Бога берет слово. Я здесь взяла, туда отдала. Я здесь взяла, туда отдала. Я здесь взяла, туда отдала. Я партнер с Богом. Я вспомнила момент, когда недели две назад я была в одной бизнес-структуре, работала. Там у них семь подразделений. И вот начальник этих подразделений, один из начальников одного из подразделений, в котором я работала, вот он мне сказал эту же фразу, говорит, вы не представляете, какой у меня уровень ответственности. Говорит, я иногда ночью не сплю от этого уровня ответственности. Ведь я перестал спать, когда до меня дошло, какой у меня уровень ответственности. И говорит, вы не представляете, какая это мера ответственности. Я говорю, а почему вы решили, что я не представляю? Он говорит, ну это понять невозможно, пока не погрузишься в этот процесс. Я говорю, ну у меня другая мера ответственности. Я могу тоже вам сказать, вы не представляете, какая у меня мера ответственности. Они на меня так смотрят, и говорят, ну какая у вас ответственность. Я говорю, ну я мозги в людях справляю. Вы представляете, какая у меня ответственность. Если я что-то не так справлю, то у людей шизофрения будет. У них раздвоенные мысли будут, у них раздвоенные действия будут. А что такое раздвоение? Это шизофрения, когда одна часть не хочет соединяться к другой части. Он на меня так смотрит и говорит, я говорю, ну вы представляете, я как хирург действую с вами. Он такой, да. Теперь говорит, ты манер, до этого не понимаю. Ну психологи просто поговорили, а-ля поговорить. Я говорю, нет, я говорю, я в свой рода как хирург, который делает операцию в вашем сознании. Я говорю, но я сплю при этом хорошо. Вот говорю, у вас большая мера ответственности, и вы спать перестали. А я говорю, у меня большая мера ответственности. А я сплю замечательно, я только касаюсь к душе, и сразу же улыбаюсь и сплю очень слабо. И он на меня так смотрит и говорит, как вам это удается. Я говорю, я просто не парю. Я знаю того, кто за это все отвечает. Потому что я разрешаю Богу управлять этим всем процессом. Поэтому я просто не парюсь. Ответственность не на мне, ответственность на нем. Мне передать, моя ответственность как официанта взять. Я очень часто чувствую себя вот этим официантом. Куда пошла, там дела. Я тоже на такой интересном моменте работаю с этим шоуменом крупным. Что-то мы говорим, говорим, разговариваем. Я отца не проработала, он такой весь в восторге. Он говорит, ну вообще офигеть. Вы там затронули темы, которые прямо мне в тему приходится. И вдруг он говорит такую фразу. Он говорит, а я позавчера вышел, он там живет под Киевом, у нас есть такой городок, называется Каник. И он там весь из холмов. И там очень крутые холмы, триполе бывшее. У нас оно так называется, триполе, где цивилизация триполя жила. Он говорит, я вышел на холмы и говорит, я до такой степени молился Богу, Боже, пошли мне в помощь. Он говорит, так Бог послал вам меня. Бог взял меня за руку и привел вас ко мне. Он говорит, да, похоже на то, потому что я как раз точно молился, вы сегодня начали говорить. Я говорю, ну вот это моя роль официанта. То есть пророк это официант. День взял, сюда принес, заказ отдал, заказ принял, он заобнился. То есть моя ответственность по большому счету очень маленькая. Быть официантом. То есть в своем отечестве появился официант. Посмотрите, пророк, слово такое, сразу такое, как бы очень емкое и очень такой ответственное. Официант, ну так себе официант бегает туда-сюда, заказы принимает, с кухни принесет. Там показал, здесь принес, здесь забрал, заказ сюда принес. То есть весь блюдо взял туда-сюда, бегает туда-сюда официантичек. У меня в ресторане было четыре официанта. Два парня и две девушки взяли. Вот так себе, ну то есть мы к ним относились, официант. Ну что-то мало, возьмешь. Я всегда требовала, чтобы они, ну что, в прасу, пошел курить. В прасу, свой напарник. Ну там девушка, тоже курили. Только только пришел курить, нет официанта. Кричишь, напомню, где официант? Курить пошел. Ах, твою мать, а ну иди сюда. Я тебе сказала, что никаких курилок, у тебя определенное время, да. Таких курить. И потом я просто психанула и взяла официантов не курящих. Первое мое требование было, когда я нанимала на работу, что не курить, не курящие. Потому что чешу праву курить, вверх там, а что курить? Почему нет официантов? А он курит. А ты понимаешь? Ну вот, и потом в какой-то момент я психанула, всех уволила, имела, у меня три официанта было, не курящих. Потом сильнее, дальше, если он продолжал работать. У меня все были не курящие. Поэтому у меня отношение к официантам, ну такое, как рабочий, бегает туда-сюда. Но с другой стороны, именно официант, я потом в какой-то момент у меня была свадьба, и кто-то из официантов не вышел, и ничего не оставалось делать, как подвязываться и быть официантом. Подел фарбук и пошел. И вот там я оценила эту работу. Я вообще поняла, насколько это трудная работа. Заказ принять, отнести, она вроде, когда кажется, где-то сделал, здесь принес. Здесь принес. А вот насколько она, ну такая трудная, после этого она кто-то стала уважать официантов. Раньше, ну официант, иди сделай. Вот после этой работы я стала очень-очень уважать, и стала им действительно оплачивать работать. Раньше они чаевые получают, недостаточно. Я приблизительно знала, как чаевые получают, как чаевые. Ну плюс у нас, понятно, что я не до конца не знала. Но после того, как я вышла на работу, я поняла, что они достойны своей зарплаты. Они ее отрабатывают. И я поняла, что это те люди, которые как раз-таки являются лицом ресторана. Поэтому в своем отечестве появился пророк. Так кажется. Ну он себе там взял слово от Бога, принес себе еду. Ну подумаешь, какая там, что там от него взять. Как, Алексей, ты себя чувствуешь как пророка? Как это ощущение? Галина, доброе утро еще раз. Доброе утро. Да. Рада тебя слушать. Очень взаимно. В своем отечестве появился пророк. Как ты себя чувствуешь? В состоянии пророка. Ну вот что-то такое просыпается. Потому что у меня тоже был такой вот момент, когда я поймала себя на мысли, что вот эта вот внушенная мысль, что нет пророка в своем отечестве, она дает свои результаты, что типа надеяться не на что. Как-то вот так. Но ведь это только мысль, ведь это только чья-то идея. Конечно. Это ж кто-то эту идею, ну кто-то понятно кто. Иисус говорил эту фразу, да, не пророка в своем отечестве. Но опять-таки, ну это ж чья-то только идея. Это ж только написанное в Библии. Но опять-таки, я не исключаю, что в Библии тоже писались определенные слова, которые были необходимы на тот период времени, когда мы писали. К тому пониманию. Поэтому очень многое все, что связано у нас с Духознанием, мы берем из каких-то источников, ну там, например, из Корана, из Библии. И мы трактуруем в прямом смысле этого слова. Я же думаю, до меня вчера прямо дошло. Думаю, ага, понятно, почему она не хотела помощи от меня получать. Ну потому что эта установка, она достаточно жестко была в моем сознании. Вот. И я прям вчера взяла и трансформировала эту установку. В моем отечестве есть право. Теперь я решаю, что есть право. И знаете, это уже трактовка, потому что потом применяю, я применяла это по отношению к детям. Дети не могут слушать своих родителей, потому что... Это тоже установка. Дети не слышат голос родителей, да. Дети не берут голос родителей. А теперь мы решаем, что и есть пророк в своем отечестве. И мы меняем эту установку. Официант. Хорошо. Да, здорово. А как тебе быть официантом? Честно, я вообще никогда об этом не думала. Но как-то так очень даже с точки зрения распределения ответственности заходит. Такое у вас. Знаешь, мне тоже заходит. Потому что когда, например, принимаешь ту ответственность, которая на тебе лежит, ну, например, я, да, я понимаю, да, что я как пчелок, я на мозгах людей копаюсь, и мне там надо вынести воду, вот, а кто меня в какой-то момент для себя чутка определила. А в чем моя ответственность? Моя ответственность слышать Духа Святого и разрешить Ему действовать. И он самый великий хирург, который знает, какую опухоль обрезать будет. И что, знаешь, как мозгоправ. Ты что же общаешься с людьми? Ну, в любом случае тоже вправляешь какие-то... Мы по большому счету все психологи. Мы по большому счету... Кто такой продажник? Продажник – это как раз-таки самый лучший психолог, который знает, какое слово сказать и на какую... на какую-то... в метрии нажать. И более того, мы это делаем просто на интуитивном уровне. Я не задумываюсь, как. Ну, я почему... Вот я не могу, если мне кто-то скажет... Научить. Объясни, как ты это делаешь. Я не могу это сделать. Я не понимаю, как это разложить. И даже если я это разложу, в исполнении другого человека это не прокатит в массе своей. Вот у меня та же основная ситуация. Когда мне говорят, как ты это делаешь. Вот я тоже говорю. Гипотетически могу объяснить. Ну да. Практически. Делай шаг номер один, делай шаг номер два. Но знаю четко, что когда ты доверяешь Духу Святому и разрешаешь ему действовать, то это происходит как раз вот этот момент, вот это вот чудо, чудотворение. Вот это ощущение, когда человек вот был таким, после того, как ты заканчиваешь работу, он такой, вау, вау, это как? Вот. Такое полное освобождение. Поэтому мы расслабляемся, разрешаем этому потоку нас нести. Все слова, типа пророк, официант. Знаешь, это как бы для нас просто такие слова, как бы понятно. Здесь взял, здесь отдал, здесь отдал, здесь взял. Ну, мне очень часто еще такой образ, как клетка крови. Вот, клетка крови, что делать? Она подходит к органу, забрала, что-то взяла, понесла дальше. Забрала, взяла, понесла дальше. Забрала, взяла, понесла дальше. Что-то забрала, взяла, понесла дальше. Здесь забрала, здесь понесла, туда пустала. клетка крови один раз мне нечего что не клетка кишечника я говорю кишечником или спитера я говорю для кого-то и это надо быть кто-то подходит от этого состояния ну что, пошли в комфортную зону из одной комфортной зоны спасибо, Галин с праздником тоже наступай до встречи хорошего дня